друзья всем привет с вами санек сегодняшнее мое видео будет посвящено нарезанию резьбы а точнее я покажу чем я пользуюсь какие дополняшки сделал для облегчения решения тех или них задач потому что не всегда бывает удобно пользоваться метчикодержателем до обычным таким они разные бывают но тем не менее две рукоятки зажимается метчик и нарезается резьба но не всегда им удобно и не во всех местах можно им подлезть также и вот это называть ее плашка держатель лерка держатель в общем не знаю каждый называется по-своему тем не менее но не всегда это тоже удобно разговаривать буду много показывать буду много поэтому у кого нет времени если вы знаете резьба все ну друзья ну ничем помочь не могу я делюсь как говорится своими моментами с которыми вот я вот работаю каждый день вот эти вещи я забыл когда брал последний раз в руки они по большому счету вот здесь в коробке мне уже не нужны я ими реально говорю что я ими не пользуюсь в общем кому интересно смотрите видео до конца возможно что-то для себя новенькое увидите будет в кадре не только этот набор есть еще куча других причин дал покрупнее калибр и интересно по анали смотреть итак первым делом скажу что что в наборе идет по три вида метчиков то есть три размера китайский наверное я не знаю на алиэкспрессе на зоне полно вот три размера метчика первый номер от полоса 1 потом идет второй номер и третий финишный он без риски то есть это уже последнюю очередь прогоняешь вот этим резьбы режутся легко и непринужденно будем так говорить если покупать в магазине то не идут обычно по два первый вот он с риской и финишный это два метчика у меня для нарезания резьбы под колесные болты подоковские колеса это не отдельно магазинах обычно не продают по два в наборе их три поэтому резать легче удобнее ну да три раза надо прогнать вместо двух и так давайте начнем самого простого потому что мне писали буквально тут на днях не то что человек нарезал резьбу на имитаторе каленвала с подкаленной части да тоже сваривал там из нескольких частей сломал вот такую вещь сломал кучу метчиков там я не знаю зачем покупать мечка держатель когда его можно сделать самому ровно там за пять минут абсолютно за дешево давайте начнем обычная гаечка моем случае она это на 12 сверлится по трем сторонам по крайней мере я просверлил три отверстия разного калибра под под разные хвоста вики так сказать не тот размер че да вот этот два болта и зажимается у меня есть собранный два болта почему их у меня два потому что он бывает даже три у меня их бывает сразу заряжают три и их не раскручиваю только успеваю нарезать большой просверлен кстати вот удобно наблюдать как зажимают болты сам хвостовик все от руки даже вот так вот зажимаю и начинаю нарезать гайка стоит удлиненная не так уж дорого болты в мастерской можно всегда найти да даже если их купить намного дешевле выйдет чем покупать заводской это вот под 12 большая просверлено чуть поменьше просверлено мне вот под десяточку наблюдаю прекрасно как они становятся зажимаю ключи не обязательно и работаю все даже если тут будет смещением болтами всегда можно на одной стороне даже можно несколько штук их рядышком сделать и зажима то есть смещение идет болтами нарезается очень легко и очень просто это гайка под м12 12 болты также у меня сделано чуть поменьше под мелкие калибры тоже тут насверлено у меня со всех сторон ставим зажимаем и режем болты можно любой длины но мне вот удобно небольшим тогда его чувствуешь когда большой рычаг мелкий мячик не чувствуешь можно свернуть свинтить поэтому ты их уже через раз а вот маленький очень удобно это самое простое самое дешевое решение замены вот такому вот варианту самое простое сейчас покажу чуть чуть посложнее совсем чуть чуть но также так отодвину буду оттуда доставать здесь располагать это друзья только что-то их не все вижу не все наблюдают где-то сейчас найдем сейчас найдем это вот такое вот расположение мечка вот видно прекрасно где хвостовик зажимается либо такими болтами зажимаю под шестигранник либо можно взять это у меня тут есть такие вот гужончики убирается болт и ставится такой вот вот такой вот болт с внутренним шестигранником ну по крайней мере он мне сейчас еще никак не пригодился то есть он зажимает здесь ничего не торчит но тем не менее к чему я это говорю чему это показываю вот такой вариант этот вариант очень удобен для нарезания резьбы в труднодоступных местах сейчас еще найду маленький и включусь так вот нашел маленький и винтики здесь поменьше это для метчиков калибром поменьше не то вот под под вот этот и можно сделать еще под другие калибры здесь я ничего не рассверливал вот диаметр резьбы как раз совпадает с моими метчиками нужно даже вот так вот его можно его и вот так вот и вот это тоже можно кстати зажать хоть он и свободно но тем не менее все равно все зажмется и будет держать и нарезать скажите для чего саня для каких целей тебе нужно вот эти вот вот эти вещи объясняю показываю друзья бывают такие моменты что где-то нужно залезть подлезть где-то очень близко где-то очень глубоко и вот такими вот вариантами вот такими вариантами но не развернуться поэтому было принято решение простецкая нарезается сверлиться нарезается резьба вот так же можно сюда мелкие тоже урончики берется обычный удлинитель сейчас возьму вот берется обычный удлинитель головка подходящим вот она на 17 да вот он ключик но он выпадает чтобы вот это вот вся штука не выпадала вот такие болтики изготовил это пропилил обычной ножовкой по металлу так как глубина позволяет здесь отверстие присутствует вкидываю болтики его ты просто так вот наживляю закручиваю сюда прямо в в гайку наверное не тот болтик да это отсюда бывает вот он покрупнее друзья смотрю все просто через телефон а калибр не увидел что не тот взял но тем не менее все все держится одевается на удлинитель залез сюда ключ хоть т-образный хоть с трещоткой и нарезая резьбу там где говорится сильно не разгуляешься если мешать будут вот эти можно поставить которые гужончики до которые с внутренним шестигранником хотите дети с внутренним шестигранником но это болты готовы зоны всю мало этого удлинителя добавляем еще удлинитель и так можно до метра грубо говоря где-то залезть и нарезать резьбу аналогично также точно и здесь ставится болтик дальше заряжаем какой-то подходящий калибр я не раскручивал ключи ключи где-то здесь не тут ну ладно ну суть не в этом суть в том что она не вываливается и также спокойно не затянут спокойно все это дело нарезаем думаю понятно объясню обычные просто удлиненные гайки какие варианты можно использовать для труднодоступных мест вот это друзья по мечкам раскидаю все очень просто тут сильно подтягивать не надо даже если просто наживить чтобы она держалась пока вот дойти до того места и не начать там эту всю процедуру вот как то так хоть так вот так как 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 удобно как угодно просто просто дешево дешево ну не обязательно такие можно можно под ключ использовать коротыши ну я взял вот так шестигранник удобнее также сделан под шуруповерт вот такие вот штуки тоже вот болт также можно использовать гужон внутренний вот как здесь я использовал под мелкий мечик не знаю какой там под тройку вот еще один с гужончиком да это по тройку это под четверку эти такие ну пока еще не понадобилось и где-то там подлезть залезть и так далее там подобное разных калибров они все видно да на к . кстати испытывал на токарном станке пришли накатки разный рисунок прямые косые кривые квадраты вот так чисто думаю не испытаю как работает работает тут не в этом это для не знаю для до 12 туда короче садим закручиваем и здесь хвостовичок имеет три скоса где их взял ушатанные коронки отрезаются протачиваются сверло достается просверливается так как нужно они собираются нет нет а вот эти вещи выкидывать хорошая штука применяю вот здесь для чтобы зажать хорошо капитально шуруповерт и работать вылет здесь приличный получается потому что хвостовик зажимается вот с краю как раз квадрат до вылет получается о какой если зажимать сюда конечно можно да тогда уменьшается вылет и есть вряд ли веряю вероятность того что может прокрутиться на у на губках залезать там все данные или еще там чу а так вот она получается вроде как и по длине и и для для смены не обязательно доставать ее из патрона то есть я взял попустил болт буквально тут пол оборота вставим другую затянул прям тут же на месте все и пошел дальше прогонять ну пока без ключа понятное дело вот такие друзья так же так же так же еще было сделано не только подметчики но и подлерки всякого рода дополнительные такие штукенции для труднодоступных мест сейчас вы заметили что я на камеру говорю и без перерыва покупная такая цангачка ли как ее назвать но она здесь фиксированный как бы размер какие-то подходят зажимаются на какие-то и не подходят здесь вороток и не более того я взял старую головку вот такого плана какую-то не знаю потом его культуре приварил и культуре слегка и появилась возможность также использовать ее как на удлинитель да то есть либо вот так либо вот в таком варианте в рычаг побольше в руках получше и также можно использовать ее под гайковерт под шуруповерт через переходник но такой вариант тоже есть раньше частенько пользовался но сейчас нет сейчас и не тоже не пользуюсь лежит и лежит но может быть где-то и пригодится так не там фокус фокус-фокус наводись дальше такой вот плашка держать и лерка держать и из гайки подходящего размера вот из этого набора у меня две восьмерочки это тоже восьмерка если видно будет м8 фиксируется таким же вот гужончиком в ребро и между прочим ключ даже одевается и не цепляется сейчас покажу так продолжаем вот она закручена читатами с фокусировкой вообще беда закручена столько с одной стороны этого более чем достаточно и включена заскакивает можно поставить где-то и вот так вот даже поработать но это вот с этим я работаю чисто в тесах зажимаю в тесы и гайковертом прогоняю резьбу если мне нужно почистить скажите почему почистить надо потому что сейчас ящики такую малую часть потому что в ящике старые болты тут их просто капец какую-то три ящика этих болтов бывает резьба забита бывает грязная бывает нужно ее до резать вот поэтому мне очень удобно зажать гаечку в тесы вончик в бок и не разжимая тесы просто беру вот вороточек вот так вот ставлю отпускаю ее и соответственно снизу и достаю ставлю другую не разжимая тесы так притянул и дальше уже работаю все стоит на месте гайковертом шуруповертом головку поставил болт вкинул и говорится на автомате туда сюда все готово вот такой вариантик вообще по кайфу как то так но я пошел дальше я сделал еще один такой же только на ключе удлиненный ключ на 15 держал его наш лицевую часть на нша тоже подобрал гаечку определенного калибра и поставил вот сюда то же самое но только уже имеется хвостовичок резьбы здесь можно нарезать не знаю сантиметров 6 наверное 60 миллиметров кому как нравится но тем не менее никуда она не вываливается мы вот такие резьбы чтобы нарезать можно и без нее быть и работает как удлинитель также можно зажать ее ну я часть зачастую просто использую как как удлинитель можно и рожковый ключ поставить и рожковым ключом нарезать но очень удобно залезть туда куда не залазит одетом фокус гус focus куда мне не залазит вот вот эта штука для тесов ну так же ключом покрутить но это не очень удобно хотя с другой стороны если она туда отодвинулась если позволяет на просто накручивая она будет сама подъезжать до упора при этом ключ может стоять и вертеться вот так то есть один из вариантов еще один из вариантов так дальше чего чем еще показать так но это по ручной нарезки давайте плавно перебираться к автоматической или полуавтоматической чуть посложнее варианте но тем не менее ну мне больше всего нравится отработать вот такой штукой ну вот в таком исполнении не бьешься руками об тесы отличие от этой потому что обычно зажимаешь болт за за самую голову да и когда уже сюда подводишь начинаешь облупки там руки сбивать этот вариант повыше так я думаю понятно объясняю самое простое вот самое простое вот для труднодоступных мест и тогда этом подобное давайте перейдем более серьезным вещам так ну продолжим значит сделал вот такую друзья